Сегодня проходит конференция, которая очень большое значение имеет для женщин. Почему? Впервые женские проблемы будут решаться как часть государственного развития. Раньше были национальные планы развития, национальный план за права женщин. Сейчас он станет частью стратегии развития Кыргызстана. Когда мы говорим об изменении климата, на самом деле те негативные вещи, которые происходят в изменении климата, они на нас всех влияют одинаково. Поэтому конференция о равных правах между мужчинами и женщинами и о том, как мы вместе сможем адаптироваться к новым условиям жизни. А самое главное, чтобы бедность, она тоже нас влияет одинаково. Но, к сожалению, женщина по статистике более бедная, чем мужчина. А это тоже неправильно. И вот об этом мы сегодня разговариваем, чтобы найти наиболее подходящие пути, чтобы выйти из этой затруднительной ситуации. Дорогие наши женщины, сегодня и завтра мы будем обсуждать очень важные для нас с вами вопросы. Это вопросы, как мы должны предостеречь нас и наши семьи, наших детей от катаклизмов, которые случаются. Вот мы вспомним наши землетрясения, наводнения, оползни, которые практически каждый год у нас происходят. И после которых все говорят, что женщина – это самая уязвимая группа. Женщины могут принимать очень важную лидературу, чтобы показать, как вы можете помочь, чтобы защищать обеспечивание. Для того, чтобы развитие наших сельских общин и сообществ было как можно более гармоничным и устойчивым, необходимо добиваться того, чтобы женщины более активно принимали участие в процессах принятия решений по управлению природными ресурсами. Я думаю, что каждой девушке, когда она решила, чтобы быть доктором, инженером, минором, или фермером, она должна иметь право учиться и идти в школу, и она станет отличным. Существует большая несправедливость. Те фермеры, у которых большие наделы земли, с ними напрямую работает ассоциация водопользователей. Их напрямую информируют о том, когда будет поливная вода для того, чтобы они могли приготовиться. Маленькие фермеры, у которых всего 10 соток земли, они просто не принимаются во внимание. Маленькие фермеры, которые ведут женщины, они принимают обеспечивающую помощь. Их, как будто бы, они более ответственные, в некоторых случаях, более креативные. Речь идет о том, чтобы уже при проектировании бюджета подумать о том, что есть мальчики и есть девочки в школах и в здравоохранении. Соответственно, им нужны разные типы услуг, даже разные врачи. Сегодня женщина должна быть очень образованная. И она, безусловно, должна быть талантливой, восприимчивой, идти на много шагов вперед, чем все остальные в обществе. Климатный изменение – это огромное событие. И это может вызвать много проблем, создать много оборудовательных, пресс-пressures, which can actually lead to war. So, what we can do about it? I think that everyone needs to work together, hand-in-hand, be it international organizations, UNDP, where I come from, with other international entities, the governments, and, of course, you. I'm not trying to say that everything is in your hand, and that everything has to come from you. What I'm trying to say is that you have to be aware of these things and talk to your leaders, create the necessary environment for them, old leaders and new leaders, to address these issues within the government, so that everyone can work together and try to prevent more deaths or more extreme events that are coming our way from extreme weather conditions and climate change.